Доброго утра! Приветствую всех, кто сейчас в прямом эфире слушает Большое Радио. Программа «Точка зрения» у микрофона Анна Будовская, за пультом звукорежиссёра Роман Мурачёв. А гость сегодняшнего эфира Андрей Питкевич, председатель общественно-молодёжно-экологического движения «Природа и молодёжь». Здравствуйте! Доброе утро! В ближайшие выходные, субботу в частности, 23 декабря в 14 часов и до вечера, до 8 вечера, в контейнер-холле нашему на улице Генералова-22 пройдёт фестиваль, посвящённый стилю жизни «Ноль отходов» под названием «Zero Waste Fest». Да. Да. Вот заглянула я, разумеется, почитала. Очень интересная у нас сегодня тема. Спасибо, что пришли. Тема актуальная, полезная. Я думаю, что надо начать с того, что вспомнить историю вот этого фестиваля, вообще в принципе, чему он посвящён и что же это за фестиваль. И это даже не сколько фестиваль, как я понимаю, это вообще целая концепция жизни. Да, действительно. Если говорить про историю этого фестиваля, то наше движение проводит его с 2019 года, и каждый год мы пытаемся делать в его рамках что-то новое. И, конечно, да, важно сказать, зачем вообще мы устраиваем фестиваль, чему он посвящён, что такое Zero Waste. Zero Waste — это стиль жизни, который направлен на создание минимального количества мусора в быту, минимального количества отходов. Zero Waste переводится на русский как «Ноль отходов». Да. И почему это вообще проблема — отходы? Дело в том, что, например, в России каждый год образуется около 70 миллионов тонн отходов. При этом перерабатывается только около 4%. И, естественно, эта цифра довольно небольшая. Поэтому проблема отходов, к сожалению, актуальна. И актуальна она не только в России, она актуальна по всему миру. Собственно, поэтому и появилось такое, можно сказать, движение, не только концепция, движение Zero Waste. Вот в нашей стране, понятно, что к нам, я так понимаю, это движение пришло в своё время. Вот эта концепция и, соответственно, приверженцы этой концепции общественные, опять же, какие-то движения и другие организации. Вот как мы давно уже в России с этой историей «Ноль отходов» живём? На самом деле, дольше, чем многие думают. Потому что в Советском Союзе действительно было очень много таких интересных вещей, которые напрямую связаны с концепцией Zero Waste. Например, многие помнят оборотную тару в Советском Союзе, когда можно было сдавать бутылки с молоком. Я думала, кстати, да, об этом. Сразу приходит на ум вот как раз эта смена бутылок, и не только молочных и кефирных. Да, да, и в этом смысле что-то новое, это хорошо забытое старое. То есть советский опыт здесь считается действительно таким хорошим примером. Опять же, ветошь, да, и макулатура, вот это же тоже история с того советского времени, она, в принципе, не нова. Абсолютно. Абсолютно так. Тогда, если возвращаться в современность, в наши дни, и говорить об этом движении, об этой концепции, ну и фестивале, да, потому что это такая единая, получается, многоступенчатая история. Вот есть правила вот этих самых нулевых отходов, ноль отходов, основные. Давайте познакомим слушателей с ними, потому что интересно, мне кажется, в общем, мы, в принципе, все так или иначе даже этим правилам следуем. Может быть, не всегда, но я думаю, что так или иначе мы с этим сталкиваемся. Вот можно познакомить именно с концепцией? Да, конечно. Концепция строится на нескольких принципах. Эти принципы еще называются пирамида 6R. Попытаюсь их всех вспомнить сейчас. Начнем, наверное, с reduce, то есть уменьшай. Это значит, что человек, который хочет следовать концепции zero waste, должен уменьшать количество своих отходов, обращать внимание на то, что он покупает и что он выбрасывает. То есть такое осознанное отношение. То есть сюда, наверное, входит и то, что ты идешь в магазин и стараешься брать без упаковки, может быть, да, те же самые овощи, фрукты, да, пользоваться шоппером. Ну, то есть, чтобы пластика меньше покупать. Да, абсолютно так. Вот этой всей тары, так сказать, стараться брать в естественном варианте продукты. Это вот в этом плане тоже, да? Или что еще по уменьшению мы можем сделать? Ну, то, что вы сказали, отлично подходит, потому что, действительно, мы иногда приходим в магазин и видим, что у нас есть товар в куче пластиковой какой-то мишеры в упаковке, а есть товар, который еще более-менее там, например. И, конечно, ну, делаем выбор в пользу. Это меня, например, удивляет иногда на прилавках магазинов, когда рассортированы бананы на какую-то подложку, да, там, пластиковую. Еще и обмотаны, соответственно, полиэтиленом. И вот, собственно, вопрос. Ведь это естественное. Есть, да, упаковка у этих самых бананов, их кожура. Зачем это делать? Впрочем, как и на подложке те же самые мандарин, да, и другие фрукты. Вот особенно к фруктам очень часто вот я прям на это обращаю внимание. На самом деле, я могу понять производителей в этом плане торговой сети, потому что хотят минимизировать траты, какие-то транспортные потери. Но, конечно, очень часто, да, это заходит слишком далеко, и, действительно, природа дала уже прекрасную упаковку многим фруктам, овощам, и обматывать это все пластиком совсем нецелесообразно. Ну, одно дело в перевозке, когда в этом есть необходимость, а другое дело в продаже, когда можно просто там по отсекам рассортировать, и спокойно ты можешь сам выбрать, и в свой шоппер это положить, правильно? Да, да. Хорошо, так, суменьшай, понятно. Следующий принцип. Ну, например, пусть будет reuse, то есть используй повторно. Этот принцип на чем строится? На чем? Вместо того, чтобы что-то выкидывать, то, что нам не нужно, мы решаем этот объект повторно использовать в нашей жизни. Какой вы пример сейчас вспомните? Ну, первое, что приходит на ум, это не выбрасывать вещи, а передавать, к примеру, подрастающим поколениям или секонд-хенд. Да, абсолютно. Как вариант. Но, опять же, повторно использовать, это, по всей видимости, еще история с переработкой мусора и повторным каким-то производством из этого мусора чего-то полезного. Ну, это уже следующий принцип. Следующий принцип? Хорошо, кроме секонд-хендов, и вот что еще здесь в этом повторном использовании мы можем? Ну, банки, опять же, да, опять же, тара, что еще? Клакуатура? Да, действительно, то есть если у нас осталась какая-нибудь банка с крышкой, то мы можем ее спокойно использовать вместо пластикового контейнера условного. И не покупать, например, для консервации новые банки, а использовать то, что есть, и ограничиться, к примеру, новыми крышками. Да, абсолютно так. И здесь еще можно вспомнить такой немножко распространенный стереотип, что самый экологичный способ заниматься шоппингом, это, например, брать с собой всегда шоппер. Но, на самом деле, в принцип reuse, повторного использования, отлично входят те вещи, которые у нас уже есть. Я думаю, что у многих людей в квартирах есть такие пакеты с пакетами, вот, и на самом-то деле их можно использовать. Их можно использовать, не покупая что-то новое, не обращаясь к чему-то новому, просто вот мы берем ту вещь, которая у нас уже есть дома, и находим ей применение. То есть это было бы использовать такие пакеты, естественно, аккуратно, чтобы они там не рвались. Наверное, это даже более экологично, чем покупать что-то новое. То есть Zero Waste, это все-таки он обращает внимание на такие неочевидные вещи, скажем так. Ну да, причем пакеты же можно использовать не только как пакеты, с которыми ты идешь в магазин. Например, обычные пакеты под мусорные пакеты, то есть вот такая трансформация, к примеру, тоже, да? В принципе, да. Не покупать мусорные, а использовать и то, и другое в этом плане. Так, повторное использование. Кстати, по поводу уменьшай. Вот концепция как раз подумать, нужно ли тебе это, чтобы купить. Потому что общество потребления навязывает всякую разную историю, да? Вот мы все время идем за этими покупками. А на самом деле нужна ли она эта вещь? Нужны ли мне эти там новые джинсы или свитер? Вот к этому подходит? Уменьшай. На самом деле, да. То есть Zero Waste все-таки, как я уже говорил, в первую очередь про осознанное потребление, про осознанный такой подход к тому, что мы покупаем, что мы выкидываем. И я думаю, что все-таки этот стиль жизни не допускает каких-то импульсивных или лишних покупок. Это же можно отнести и не только к вещам, а и к продуктам в том числе. Потому что, наверное, каждый сталкивается ежедневно с тем, что из холодильника какие-то испорченные продукты так или иначе выбрасываются в мусор. И потом это все, соответственно, опять вопрос переработки и проблема, да, связанная с отходами, с гниением этих отходов и так далее. Да, абсолютно так. Так, вот уменьшай повторное использование. Это два принципа. Их шесть, да? Да, насколько я помню, шесть. Ну что, попробуем вспомнить еще, да? Конечно, recycle. То есть переработка. Переработка — это такой достаточно важный принцип, достаточно распространенный. Но здесь важно отметить, что в концепции Zero Waste он не считается самым важным. Потому что все-таки Zero Waste строится на том, что мы стремимся к нулю отходов, мы стремимся к тому, чтобы отходы у нас вообще не образовывались. В быту или на производстве. А переработка — это все-таки мы уже что-то делаем с отходами. Вот. И здесь это, конечно, хорошо, безусловно. Я сам сдаю отходы на переработку и всем советую. Но тут важно сказать, что если мы говорим, например, о стекле, вот как это было в Советском Союзе, стекло можно бесконечно перерабатывать. И это очень экологичный материал. Но, например, пластик, если я не ошибаюсь, можно перерабатывать только пять раз. То есть этот цикл может пять раз проходить, и дальше у нас получается уже такое достаточно низкокачественное сырье, к сожалению. Ну да, пластик, наверное, ну сколько там можно поиспользовать? Раз пять, да, десять? Ну да. И в этом плане, так или иначе, он становится мусором и оказывается на помойке. А вот вопрос уже перерабатывания пластика — это уже другая история. А вот к вопросу переработки, и, соответственно, давайте тогда сразу обсудим, что же в плане переработки есть у нас в нашем регионе. Понятно, что сразу на ум приходит мусоросжигательный завод. Это относится к переработке мусора? В концепции Zero Waste мусоросжигательные заводы не считаются. Не считаются. Не считаются. Тогда есть ли у нас те предприятия, которые подходят под концепцию Zero Waste, и, в общем-то, можем ли мы гордиться, что в нашем регионе что-то в этом плане имеется? Потому что, конечно, в сравнении с Европой все-таки Россия отстает в плане вопросов, связанных с и осознанным отношением к мусоросортировке и переработке. Ну, вот есть такая объективная данность. Хотя мы за последнее время продвинулись. Мы, я имею в виду, Россия и граждане. Да, действительно, конечно, хотелось бы, чтобы где-то что-то делалось более уверенно и быстро, но все-таки прогресс есть, и в том числе это видно и на нашем регионе. Если рассказывать про какие-то предприятия, то сразу вспоминаю компанию ASM Polymer, которая занимается производством полимер-песчаной плитки из пластиковых отходов. Мы, то есть природа и молодежь, каждый месяц устраиваем сборы вторсырья у себя в офисе, собираем пластик и грузчики, которых нанимает это предприятие. Вот у нас этот пластик забирают и потом делают полимер-песчаную плитку. Это очень здорово, что, например, там из упаковки чипсов или упаковки от круассанов, которую я съел, потом делают что-то такое полезное для благоустройства. Вот это предприятие. А по сортировке, по переработке? Да, помимо них у нас еще есть наш региональный оператор Ситиматик, у которого есть экотехнопарк. На этом экотехнопарке происходит сортировка отходов. Часть этих отходов захоранивается, часть этих отходов отправляется на переработку в другие регионы. Собственно, многие, я думаю, заметили, что у нас во дворах появились такие синие контейнеры, и это как раз контейнеры, которые принадлежат региональному оператору. За ними приезжает отдельная машина и, соответственно, забирает пластиковые отходы. Ну что же, в общем, вы подтверждаете мои слова о том, что мы потихонечку в направлении осознанного отношения и минимизации мусорного следа движемся. Да, тут еще важно сказать, что не только это появилось. У нас еще по всему городу буквально появились зеленые контейнеры. Может быть, кто-то тоже заметил. Это, насколько я помню, такой вологодский благотворительный бизнес. Он вот к нам пришел, они принимают макулатурную переработку, и часть денег тратят на благотворительность. Благотворительный бизнес очень такое, да? Сочетание. Но так часть денег тратят на благотворительность. Это здорово. Да, и мы, кстати, пользовались, в том числе и наша редакция, этими контейнерами. Да, действительно, такой момент очень полезный. Вот у нас, получается, есть от Ситиматика для пластика сбор. Есть прием в Мурманске ветоши где-нибудь, вот какие-то точки, где можно прийти, собрать. Я помню, в свое время один из масс-маркетов проводил такую акцию. Принеси старые вещи, сдай, получи 10% скидки. Тоже такой, да, своего рода был вклад в уменьшение мусорного следа. Это было пару лет назад. А вот так, чтобы собрать, ну, можно сдать, к примеру, малоимущим, каким-то общественным организациям, занимающимся, да, вопросами с многодетными семьями как-то. А вот, ну, к примеру, просто на переработку. Потому что вещей достаточно много. И вот это все в кладовках, как говорится, складируется и так далее. А вот избавиться? Если я не ошибаюсь, по-моему, в Мурманскмоле в каком-то из магазинов одежды был контейнер, где они собирают одежду ветоши и отправляют на переработку. Но не знаю, насколько эта информация актуальна. Актуальна сейчас, да? Да, но мы в природе молодежи устраивали в этом году прием ветоши и отправляли не на переработку, а отдавали приюту бездомных животных, которые находятся около Ледового озера. Да, потому что эти подстилки... Да, это утепление жилища для животных. Да, это все требуется. Собрали достаточно много. Думаю, что в 2024-м тоже будем собирать для них. Отлично. Ну что же, переработка. Три принципа разобрана. Что мы еще можем вспомнить интересного? Еще один принцип. Ну, такой достаточно неожиданный рот. То есть гниение, компостирование можно как-то так перевести. Лучше сказать, компостирование, да, это менее зловеще звучит. Ну, многие, наверное, слышали, особенно у кого есть дачные участки, что вот есть какие-то органические отходы, там, условные очистки от овощей, там, от огурцов, да. И, ну, просто все это компостируется. Кидают это в компостную яму. У нас в итоге через некоторое время получается такое удобрение. Ну, это если совсем упрощать схему. Вот, безусловно, этим удобнее всего заниматься, когда у тебя есть дачный участок. Но многие люди, там, особенно в Питере, в Москве, есть активисты, которые дома устраивают какое-то такое компостирование, покупают себе специальные верми-компостеры, куда они кладут органические отходы. И там, в этих компостерах живут такие специальные организмы. Бактерии? Нет, по-моему, черви. Звучит немножко жутко, но на самом деле они такие специально выведены для того, чтобы разлагать органические отходы. И суть этого компостера в том, что если вот все правильно делать и следить за ним, то никакого запаха не будет вообще. Ну и, конечно, свои правила есть. Там не стоит этим бедным червям кофейную гущу кидать. Только какие-то очистки там. Ну вот, смотрите, в общем-то, концепция практически разобрана. Я хочу вернуться к фестивалю и хочу напомнить, да, что 23 декабря с 14 часов в контейнер-холле все вот это интересное мероприятие до вечера будет стартовать. А вот по программе мероприятия, по концепции мы еще что-то упустили, да? Так, наверное, есть еще пара пунктов. Ну, вернемся к программе, чтобы успеть. Вот программа фестиваля в этом году. Чем она будет наполнена? Что как раз ждет всех тех, кто придет к вам в контейнер-холл? Программа в этом году насыщенная. Во-первых, у нас будет лекция от эксперта из Москвы. Это Алексей Киселева. Он эксперт по химическим загрязнениям, среды и подходам в экологической организации «Земля касается каждого». Вот он приедет к нам и будет рассказывать про Zero Waste в теории и на практике. Вот все советы по поводу того, как вот эти вот разные R, разные пункты воплотить в реальности, вот это он расскажет обязательно. Помимо этого у нас будут мастер-классы по вышивке на одежде. И по тому, как делать из ключей алюминиевых банок кольца такие. Еще у нас будет фудкорт от веган-кофейни «О тебе». Вот можно будет поесть сладостей, не только сладостей. Помимо этого у нас будет фримаркет или как это по-русски? По-русски это дармарка называется. То есть все довольно просто на самом деле. Есть большой стол, куда каждый может принести книги или растения, или одежду в хорошем состоянии, естественно. И, соответственно, что-то забрать. То есть если хочется забрать, не обязательно что-то приносить на самом деле. Главное приносить не более там, ну, например, пяти вещей. В общем-то это такая точка обмена вещами. Здорово. Ну и, безусловно, хорошее настроение, да? Да, и живая музыка, конечно. Хорошее настроение, да. А даже так? Да, на открытии у нас будет «Иначе все», такой коллектив. А на закрытии будет играть Маша Вайс. Даже такая вот история. То есть даже не один коллектив. Здорово. И напомню я, друзья, можно присоединиться совершенно безвозмездно. Вход свободный. В субботу. Абсолютно. С 23 декабря. С 14 до 20. Место проведения – контейнер-холл Генералова-22. И я так понимаю, что это вообще вот ваше общественное молодежное движение «Природа и молодежь». Это как раз вы такой локомотив, в том числе и этого мероприятия. А какие еще вы проводите акции? Вот немножко успеть про ваше общественное молодежное движение, экодвижение. Ну да, мы общественное молодежное экологическое движение. Существуем уже достаточно давно и занимаемся проведением фестивалей, мероприятий на тему охраны окружающей среды, изменения климата, пластикового загрязнения. Помимо фестивалей, что мы проводим? Мы проводим лекции и мастер-классы. Нас всегда можно позвать. Если вы работаете в школе или в библиотеке, обращайтесь. Вот я вчера ходил в детскую библиотеку на Беринга для первоклассников, читал лекцию про то, как сортировать отходы, как там пластики разные друг друга от друг друга отличать и сдавать на переработку. Вы приходите с реквизитом? Иногда с реквизитом, иногда просто. Но реквизит всегда есть, конечно. То есть вас можно, в принципе, пригласить в школу и начать этот ликбез практически с первого класса? Да, и в школы ходим, и в колледжи, и в университетах тоже бываем. Вот поэтому такие широкопрофильные, в общем-то. Помимо этого, безусловно, наверное, самое важное направление нашей деятельности — это сбор вторсырья, который у нас проходит каждый месяц. Вот декабрьский сбор у нас уже прошел. В следующий раз будем собирать вторсырье в январе. Помимо этого, у нас сразу после Zero Waste Fest 24 числа, насколько я помню, у нас будет своп-вечеринка. Тоже мероприятие, которое мы проводим каждый месяц. То есть это примерно то же самое, что и фримаркет, что я рассказывал вам. Единственное, он в первую очередь заточен, наверное, все-таки на одежду, да. То есть к нам приходят, сдают какую-то одежду и берут какую-то одежду. То есть такой вот обмен. И достаточно популярное мероприятие, приходит очень много людей. Ну, на мои размеры XL одежды не так много, но девушки из движения постоянно чем-то обмениваются. И это действительно здорово. Очень интересно. Ну, вернемся к вопросу как раз нулевых отходов. И хотела я вас спросить, как человека, который в теме экологии достаточно давно, как я понимаю, вот если говорить про нас, про россиян, вот насколько, может быть, есть какие-то статистические данные, наблюдения, опять же, да, какие-то анализы. Насколько русский человек готов к сортировке мусора? Ну, такой интересный вопрос. Мне кажется, что любой человек готов к сортировке мусора, не только русский, вообще кто угодно. Это далеко не так сложно, если честно. И в случае нашей страны, у нас же есть огромный опыт, огромный опыт, как я уже говорил, в Советском Союзе действительно делалось очень многое для того, чтобы вот это вот направление экономики под названием циклическая экономика, скажем так, чтобы это развивалось, чтобы вещи там не выбрасывались, а все повторно использовались, сдавались на переработку. И, ну, люди этим занимались действительно, вот, и я думаю, что и сейчас многие люди к этому готовы, поэтому, собственно, мы и ведем в природу и молодежи такое вот просветительское направление деятельности, рассказываем про то, как этим заниматься, зачем этим заниматься. Я и сам этим занимаюсь, да. Если говорить о готовности, то я думаю, что, да, для раздельного сбора, в общем-то, если бы было достаточно инфраструктуры и вот всевозможных вот этих вариантов, потому что, например, в Москве, в Санкт-Петербурге, да, сразу картинка перед глазами, вот, особенно на воздушных гаванях, да, это очень ярко видно в аэропортах, вот стоят эти все баки, яркие, красочные, все подписано. И, соответственно, есть возможность тут же вопрос по своему мусору решить. Что касается инфраструктуры, которая есть рядом с твоим домом, применительно в городе Мурманске, то, согласитесь, ее не так много. Вот мы привели в пример, в общем-то, только ситематик с контейнерами и вот такую благотворительную предпринимательскую историю с макулатурой. Да, на самом деле вынужден согласиться, действительно, это такой вопрос, на самом деле, государственной политики, создание определенной инфраструктуры, выделение на это денег, выделение денег на менеджмент всего этого, это действительно, мне кажется, должно развиваться. Если оно будет развиваться, то и сортировка отходов тоже будет развиваться, безусловно. То есть это вопрос не только личной ответственности и личного поведения, ни в коем случае это вопрос такой очень глобальный, который касается всего общества, государства и бизнеса и вообще всех-всех-всех. То есть если мы говорим про ноль отходов, возвращаясь к фестивалю об экологичном образе жизни, разумном потреблении, то это только, скажем, один из подходов для снижения как раз выброса мусора и влияния этого на нашу планету. А так-то, в принципе, все это гораздо шире, как вы сказали, да, и, безусловно, окружающей среде наносят вред, конечно же, автомобили, самолеты, крупное производство. И здесь, чтобы были какие-то масштабные изменения вот в человеческом, да, вот в таком масштабе человечества, и чтобы исправить эти ошибки, то нужно, конечно, подключать государственную историю и бизнес, и большой бизнес, и государственную политику. Да, абсолютно так, потому что все-таки мы приходим в магазины, и мы делаем личный выбор, да, но в магазины все-таки кто поставляет продукты? В основном крупные компании, естественно, и вот задача государства в том, чтобы регулировать их, регулировать их деятельность и, конечно же, проводить какую-то экологическую политику. В данном плане есть прогрессивные изменения, насколько я помню, в следующем году у нас начнет работать закон, который обязывает производителей создавать свои производственные мощности по переработке. Вот, я думаю, что это действительно такой важный шаг в направлении привлечения производителей к ответственности за то, что они там произвели с пластиковой упаковкой нехорошие. Ну, что ж, это вот прям в нашей стране со следующего года, который начнется буквально через 10 дней. Да, совсем скоро. Да, вступает в силу вот такое новое требование к большим предприятиям, организациям. Да, да. Будем двигаться в направлении минимизации мусорных отходов, и чтобы этот мусорный след становился все меньше и меньше, потому что я, например, готовясь к эфиру, прочитала так, чтобы ярко могли слушатели представить, что на данный момент площадь вот этих самых отходов, пластика в частности, это территория небольшой европейской страны. Например, Нидерландов. Вот такой пример мне попался в одной статье. Да, я вообще люблю такие географические примеры, когда я хожу в библиотеки или, например, в колледже с лекцией про Zero Waste, я довольно часто так задаю вопрос в аудиторию, что, в общем-то, если сложить площади всех свалок в России, то получится в пределах страны целая такая мусорная страна, и вот начинаем, угадай, как играть, типа, какая это страна. Вот, постоянно. Сдаю такой вопрос у аудитории. Вот вы как думаете, какая это страна? Европейская. Европейская. Да, да. Ну, я сказала, как пример, который я прочитала о Нидерланды. Ну, давайте Норвегию. Норвегия. Ну, Норвегия большая, на самом деле, страна. По очереди все не настолько плохо. Все не настолько плохо. Да, да. Хорошо, маленькая европейская страна. Маленькая европейская страна. Ну, Австрия. Совсем рядом с Австрией. Тоже небольшая. Играем. Совсем рядом с Австрией, Чехия. Чехия. Ну... Она побольше. Бельгия. Тоже рядом-рядом. Над Италией. Альпы-Альпы. Ну, не Ватикан же? Нет, не Ватикан. Не настолько хорошо. Ну, мусорный город тоже грустно, но... Сдаюсь. Швейцария. Швейцария. Ну, что ж. В общем, есть куда стремиться, чтобы минимизировать все. В любом случае, все эти примеры, они, конечно, как минимум настораживают и обеспокаивают. Нужно ответственно относиться. Вот ваш фестиваль, который завтра, 23 декабря стартует с 14 часов на Генералова 22, как раз Zero Waste фестиваль. Это один из тех моментов, как раз по возможности прийти, узнать, познакомиться, пообщаться и, возможно, приблизиться к этой самой концепции, минимизировать мусорный след, ну, и относиться к этому более ответственно. Да, абсолютно. Кстати, забыл сказать, у нас еще на фестивале будет эко-маркет. Это эко-маркет, то есть у нас будет несколько мелких производителей, которые будут продавать свою продукцию. Чудесно. Такая экологичная продукция. Так что, друзья, присоединяемся все к контейнер-холл Генералова 22, 23 декабря с 14 до 8 вечера. Будет очень интересная, насыщенная программа фестиваля об экологичном образе жизни и разумном потреблении. Друзья, приходите. Всех ждем. Спасибо. Спасибо за эфир.